Латвия намерена помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных территорий. О данном желании Риги в эфире телеканала CBC в рамках передачи «Глобальная дискуссия» заявил чрезвычайно и полномочный посол Латвии в Азербайджане Дайнис Гаранчис. Дипломат напомнил, что недавно вместе с коллегами из других стран побывал в освобожденном Физули. Увиденное произвело на него сильное впечатление. Азербайджанский город Физулий посол Латвии назвал городом-призраком, так как в нем не осталось ни одного целого здания. Очень надеюсь, что совместными усилиями мы сможем восстановить эти регионы. Это потребует очень долгое время. Услышал от экспертов, что для отминирования тоже потребуется несколько лет. Латвия готова помочь и при восстановлении, и при других проектах мы ждем приглашения от вашей стороны, чтобы активно участвовать в этом процессе. Латвия может оказать как техническую, так и финансовую поддержку, заявил в свою очередь депутат Сейма Латвии, руководитель межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Роман Ноудиндж. По его словам, европейские страны чувствуют свою вину за случившееся, так как не смогли оказать должного давления на страну-агрессора Армению, чтобы политическим путем принудить ее отказаться от оккупационной политики. Азербайджан – часть Европы, и мы должны взять все политики мира, Европы ответственность за то, что произошло, так как мы политически не справились с этим вопросом в мирных разговорах. И я думаю, что политики мировые должны взять ответственность по тому, что там произошло, и помогать восстанавливать эти регионы. В следующем году президент Латвии посетит Азербайджан. Ожидается, что одним из пунктов повестки дня предстоящего визита может стать договоренность о подключении латвийских компаний к участию в проектах по возрождению освобожденных территорий Азербайджана. Латвия также готовится провести бизнес-форум. Бизнес идет, и надо только его развивать, чтобы транспорт был намного дешевле, чтобы экономичнее было поставлять товары в ту и другую сторону. Я вижу, что развитие морского пути через Черное море Грузия, Черное море Украина – это одно путь, которое можно развивать еще интенсивнее, и надо развивать. Уже очень много работы проводится из Одессы, дальше уже в Балтийские страны, поставлять через наши порты уже в Скандинавию товары из Азербайджана и в Азербайджан. Рига выступает и за возобновление полноценного авиасообщения с Азербайджаном на ежедневной основе, сообщил посол Латвии в Азербайджане Денис Гаранчас. Полную версию передачи «Глобальная дискуссия» с участием посла Латвии в Азербайджане смотрите в понедельник в 2020 по Баку.